Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я очень рада вас видеть. Меня зовут Эльбира Анисовна. Я педагог дополнительного образования технической направленности программы ArtShore. Тело мастер-класса обучения учащихся моделированию 3D-объектов на примере просеших геометрических фигур из полигонов. Я хочу вам показать небольшой мастер-класс о том, как на своих занятиях я обучаю детей 3D-моделированию на примере простейших геометрических форм и фигур, таких как пираминки, кубики, треугольнички. На данном занятии я использую практикоридественных метод по принципу отростковых сложных, чтобы дети легче усваивали информацию. И сегодня я бы хотела вам предложить побыть моими учениками, учащимися, и мы вместе с вами сделаем в середине занятия небольшую работу, практическую. В первую очередь, при объяснении нового материала я использую наглядный материал. Это презентации, различные картинки, какие-то истории, чтобы детям было легче усваивать и чтобы им было просто интересно. Давайте внимания на экран. Мы уже приступаем непосредственно к уроку. Вот здесь вам даны две скульптуры. Подвожу детей к ним на к уроку. Чем они отличаются? Можете сказать? Какие? Первая с геометрической фигурами, вторая гладкая. Да, первая она рубленная, с многокранниками, четкими. Вторая она гладкая, отлитая из бронзы. Эти как раз-таки, вот эти вот фигурки рубленные, это наши полигоны. Полигон – это то, из чего состоит какой-то объект. Именно рубленный объект. Он у нас имеет форму многогранника, либо треугольника, либо многоугольника, но обязательно он у нас рубленный. Он не гладкий, он у нас плавный. Это понятно, да? Это понятно. Следующий слайд, смотрим. Здесь у нас уже на примере кроликов я даю. Тоже можно увидеть, что они различаются. Правильно? Ну, чем отличаются? Давайте посмотрим, подумаем. Количеством полигонов. Количеством полигонов, да. Это более реалистичная модель полигонов. Много. Чем дальше полигоны уменьшаются, уменьшаются, и получается в итоге такая достаточно рубленная, грубая моделька. Вот эти у нас как раз-таки фигурки называются высокополигональные, там, где у нас много полигонов, а это у нас низкополигональная модель. И у нас есть такое направление, как паперкрафт. Слышали? Слышали, наверное? Это как раз-таки изготовление скульптур. И вот первое, если вернемся к этому слайду, мы можем увидеть, что вот это как раз-таки было положено из этой, ну, из этого искусства, скажем так. Ну, просто вырезали, сделали развертку из бумаги, к примеру, потом перенесли на металл, и все это спаяли по грамме. И из этих, как раз-таки, вот этих разверток на любую фигуру можно развалить. Можно сделать любую скульптуру. Это уже тоже ясно. Детям это сразу становится интересно, особенно когда объемы показываешь, они такие, надо же. Это обычная бумага, которая дает нам множество таких вот безграничных возможностей. Следующее, когда вот я уже подхожу к практической части, обязательно с детьми я провожу инструктаж по технике безопасности. Как вы видите, у вас на старейле же от ножницы мы повторяем технику безопасности при работе с ножницами. Это обязательно, потому что они у нас, когда мы сидим могут и дергать их, даже взрослые, самое интересное, они не знают, куда где эти руки и начинают играться в такие, не порежьтесь. И уже с самого младшего возраста я обычно с ними изучаю, ну, обучаю стишку такому легкому. Вы слышали, наверное? С ножницами не шути, зря в руках их не крути. И держа за рост экран, ты будешь передавать. И вот они у нас как с кроковоркой из урока в урока это все повторяют. Также склеим, как работать, потому что дети тоже бывают интересные. И взрослые тоже не могут его и лизнуть, и мазать. Как бы это для них вообще норма оказывается, тем более с нынешним детям. Поэтому тоже обязательно повторяем технику безопасности. И перед тем, как начать занятия, мы уже переходим к практической части, делаем фискульт-минутку. Потому что сейчас ребенок не позволяет долго с вами, а тут дети бывают и в спаренном уроке у них, по два рука. Обязательно фискульт-минутка должна быть, чтобы они только не смотрели на этот экран, и мне было сложно. Они устают. Им обязательно нужно подвигаться. На руки, на глазки, на плечевой сустав. Иногда мы просто встаем, сгибаем, разгибаемся. Это обязательно на занятиях проводится. И перед тем, как перейти к практической части, тоже им нужно дать такой момент, как бы заинтересовать их, что ли, какой-то ребус обязательно. Вот у меня сегодня как раз-таки работа такая будет. У вас на столах лежат. Вот такая вот работа. Очень интересная, необычная. Просто из листа бумаги. Разводка у вас есть. Ребус я им даю вот такой. Мы сейчас с вами тоже его пытаемся угадать. Как он называется? Вы знаете, как называется? Нет? Давайте по-какому угадать. Смотрите, сколько грани у нас здесь есть? Сколько вершин? Посчитаем? Шесть. 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 А с греческого как шесть у нас? Шесть. Давайте, давайте, Гномче! Вы правильно сказали. Гекса. Гекса. Гекса, да. Вот гексом. Смотрите на мужчину. Что он делает? Танцует. Опять же будем вспоминать заимствованное слово. Иностранное, английское. Сгибаться. Разгибаться. Нет. Но молодежь активно его использует. Нет. Флексить. Флекс. Я флексю. Сейчас очень много ноги именно так сленговая. Я двигаюсь. Оно есть еще другого такого, как я выпендриваюсь. Но в основном это те дети, которые ходят в клуб, двигаются, сгибаются, разгибаются под ритмичную музыку. Я флексю. Вот это получается флекс. Гнуться. Разгибаться. Гекса плюс флексы. Гекса. Флексакон. Он так и называется. Он потому что из шестиграней. И он на что делает? Гнется. Разгибается. И в разные стороны. Теперь перейдем непосредственно к работе. Давайте попробуем ее сделать. Развертка у вас есть. Ножницы у вас есть. Жюри, будете делать? Давайте. Хотим? Хочет? Ножницы, конечно, у меня не на всех хватит. Можно обустрелить. По очереди. По очереди. По очереди. Можете. Да. Клея тоже там. Давайте мне тоже вкусно везет. Ага. А еще я просто... Сейчас. Пожалуйста. Так, сейчас. Вот именно ножницы. Можете менять. Ага. Нам нужно вырезать. Именно четко по контуру. Только белое. Мы оттекаем лишнее белое. Я всегда говорю. Не режем вот это слово клей. Он нам нужен. Поэтому я все время как бы отмечаю, что вот клей есть. Это нам нужно лишь. А то дети бывают отрезают. Почему у меня чего-то не хватает? Потому что не одно. Это детали. Вы не смогли ее, как бы вы ее отрезали. Какая-то тихонечко работает. Я еще хочу сказать. Обычно, вот я вам уже приготовила. А детям обычно дают толстую разводку. Вот такой билингом. Потому что... Ну, здесь, чтобы время наше не терять. Мы делаем... Я сделала вам уже приготовила. По тематике, если мы внимательно посмотрим, они у нас... Вот эти вот шесть грани, именно по вертикали, они у нас одинаковые всех. А обычно я даю вот такой. Чтобы дети приотели. Они могут делать шаблоны какие-то, рисунки вырезать. Примерно какой-то рисунок они вырезают вот таким образом. Тоже приклеивают. Цветные какие-то. У них очень много таких творческих моментов. Как... Как себя в доме, себя реализовывают. Просто вот, ручками работают. Если мы посмотрим на эту фигурку, вот это у нас тоже полигон. Подождите, пока не сгибайте. Сгибать мы будем в определенном порядке тоже. Кто вырезал, кромочный, мы будем сгибать. Смотрите. Вот здесь вот нарисованы у нас диагонали и пунктирные пунктирные меню. Вот эти диагонали мы складываем на лужу. Всегда детям говорю, вот я им показываю так. Говорю, вы так, пожалуйста, не делайте. Я тоже начинаю на весу все делать. Я говорю, вы так не делайте. Я не могу делать на столе. Вы не увидите. Поэтому я показываю так. И обязательно складите на стол. Выравниваем. Свойства бумаги. Ну, видите, смотрите. Вот так вот не складываем. Как не складываем? По диагонали. Наружу. По диагонали наружу. Либо можете пунктирные внутрь. Разницы нету в какой последовательности. Но я обычно сначала делаю диагональ наружу. По всем сплошным диагональными линиям наружу. У нас вот этот рисунок, который здесь, он должен у нас потом повториться внутри. Но линии нам нужны правильные, потому что сгибать будет удобнее. И еще. Всегда отмечаем тот момент, чтобы у нас дети вот так вот не закручивали. Бывают, будут они. Чем быстрее, тем лучше. Каждую получается аккуратненько. Да, все, все линии. Все получится. Я верю вас. Я вас верю. Да, да, да. Правильно. Вот как раз вот здесь такая вот ошибочка. Закручиваем. Ее надо закрутил, развернул. Сложил, развернул. Всегда согнул, обратно выгнул. И так, какое бы время. Сейчас мы будем трогать, как у нас звуки. А вы у вас смотрите, если вы переворачиваете, у вас еще. Еще оставите. Ага. А еще оставите. Ага. Здесь, вот здесь еще. Иду. Молодцы. Оставляемся. А еще вниз. В 10 классе, который вы учились, по сайзу вы делаете пятерку. А они не пятерку еще делали. Нет. У меня нет. Да. Мама, папа, я только получили. Достойную. Достойную. Очень жалко, конечно, что у детей сейчас руки не работают. Они у них не наточены. Поэтому все-таки хочется, чтобы они бумагу, какие-то вообще предметы чувствовали. Потому что моторика, вот, ну, сейчас вообще если смотреть, какая тренденция наблюдать, что очень много детей с улызов приходят. И они сидят в обычных классах. Причем, вот, видно, что ребенок нуждается в какой-то помощи нейрологической, но они все сидят вместе. Это очень сложно. И когда вот эти вот дети начинают работать, они действительно, у них есть рост. Это я уже смотрю по облаку, которые дети, например, их первые классы, там все равно в школе, в первом классе они тоже занимаются. Есть, если родители заинтересованы, особенно если родители, то детки тоже... Потому что родители не хотят признавать, что их дети... Не признают, потому что это тяжело. Педагоги видят. Это педагоги очень сильно это видят, особенно когда... Тут, наверное, уже... Наблекалый секрет. Теперь смотрите, у нас есть еще пунктирные, их вот в эту сторону сгибаем. Да, это сложнее сделать, поэтому всегда акцентирую, чтобы красиво вырезали, потому что вот эти уголочки, вот эти грани нам помогают. Мы просто берем, вот их складываем, здесь выравниваем, и вот здесь. И просто проводим. Мы не видим, что у нас внутри. Ну, просто проводим. Главное, вот эти уголочки сложить. Всегда говорю, что бумагу не умеете 20 раз. Оно у вас становится, как салфетка. Да, оно просто уделяет свойства. Вот мы с ними тихонечко... Разглаживаем. Это тоже интересно. Вот тут перейти. Это обязательно, ну, правильно? Так, все-все-все линии. Вроде бы работа достаточно простая, но она поднимает нашу плену. Потому что заставляет работать у нас. Все линии? Давайте мы проверим. И еще у нас есть такой вот эти буковки, клей. Эти штучки. Вот их тоже внутрь нужно. И вот это слово клей мы тоже так же внутрь аккуратненько сгибаем. Он тут уже по наличию, конечно, но постараемся, да. Вот вот таким образом. А вот эти, да, а вот эти нижние? А нижние мы не трогаем, они уже сами сгибаются. Автоматически. Они там с окном. Вот обязательно детям говорю, что полигоны, я уж как говорила, полигоны, они бывают разные формы. Ну, такие вещи мы тоже делаем, но тоже не так им интересно, поэтому больше нравится, когда игрушечка бывает такое. Что-то, что можно покрутить, повертеть. Все? А внутри не все. Приверяем. Молодец. Это все. Молодец. Молодец. Все ли? Молодец. Молодец. Довольно. Довольно. Угу. Раз. Тело. А, на руку. Не получается, да? А вот теперь, да, вообще, все отличненько. Эти? Я всем проверила. Все справились. Ну и чтобы ее собрать, нам нужно ее собирать вот таким образом. Клей, это наши подсказки, куда мы клею, куда все наносим. И вот таким образом мы змеечку собираем, и она у нас берет и складывается. Видите? Ничего сложного. Все предельно просто. Но... Да? Она у вас сейчас поменее сложится. Вы ее просто возьмите вот так. Соберите. Как змеи. Вот эти уголочки у нас пойдут на клей. Они его повторяют. Видите? Если непонятно, можете на экран посмотреть. Так. Все понятно, да? Нет. 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 Вот здесь. Если все линии есть, они хорошо закрепаются. Да. Вот таким образом, прям приклеили эти клопнико. А это сейчас. Вы намажьте все, полностью сначала, а потом утащу, можно намазываете, у вас есть вот этот кусочек бумаги, вы можете прямо на нем хорошо так мазать, и у вас стало чистое, а для сахарки, я помогу, давайте, а можно сделать вот этот клей тоже оба промазываем с обеих сторон, засовываем его внутрь, формируем нашу игрушку, и туда-сюда подержим, чтобы плотненько она приклеилась, прям вы можете вот так вот согнуть, а здесь вот пригладить, да это самый сложный момент в нашей работе, и вот так же опять же мы ее можем немножко сдвинуть, чтобы она приклеилась с этой стороны, еще проверяйте, чтобы у нас клей был хорошо промазать и хорошо было приклеено, потом развалится, разваливается, разваливается, да? не должно, лучше промазываем, нет, вам и не ставим, мы просто ходим и справляем, тихонечко, тихонечко. Можно это сделать. Можно это показать. Можно это показать. Это сделать. Продолжение следует... 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 Спасибо.